Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня мы с вами рассмотрим вопрос планирования объемных показателей работы по теме экономика, качества и регулирования эксплуатационной работы ежедорожного транспорта. Объемные или количественные показатели работы подвижного состава можно разделить на следующие группы. Пробеги подвижного состава, который измеряется в вагонах километрах, в поездах километрах и в локомотивах километрах. Затрата времени подвижного состава на различные технологические операции, которые соответственно измеряются в вагонах часах, в поездах часах и в локомотивах часах. Показатели, которые отражают выполненный цикл работы. Количество погруженных за сутки вагонов, суточная сдача вагонов на соседние подразделения, выполненные тонны километрового работы брута отражают выполненный цикл работы. План работы подвижного состава составляется физических четырехосных вагонов. При этом объем работы определяют в среднем за сутки. В связи с этим, прежде всего, пересчитывают грузопотоки вагонопотоки с помощью показателя статическая нагрузка. Каждый показатель, который выражается в тоннах, например, погрузка, прием и так далее, делят на статическую нагрузку. Статическую нагрузку рассчитывают по каждому массовому грузу и каждой планируемой группе грузов. При этом необходимо учитывать следующие факторы. Тип вагона, в котором перевозится данный груз. Доля груза, перевозимого в каждом типе вагонов. Техническую норму загрузки каждого типа вагонов при перевозке данного груза. Для определения пробега по участку груженных вагонов вагона-километров средняя густота движения вагонов по всем грузам суммируется и умножается на протяженность участка. Сумма вагона-километров по всем участкам дает общий пробег вагонов по дороге или РЖУ. На основании построенной схемы определяют среднюю густоту движения порожних вагонов, а полсуммы густота в начале и в конце участка. Умножением средней густоты движения порожних вагонов по участку и на его длину рассчитывают пробег порожних вагонов вагонах-километрах. Сумма вагона-километров по всем участкам дает пробег порожних вагонов по РЖУ или же по дороге. Тонно-километровая работа Брутто Это работа, которая затрачивается на перемещение массы груза и тара вагонов. Тонны-километры Брутто служат основой для определения размера поездной работы и пробега локомотивов, а также потребностей в топливе и электроэнергии для тяги поездов, которые планируют в границах участков обращения локомотивных бригад. Поэтому на дорогах, где границы участков обращения совпадают с границами дорог, тонны-километры Брутто следует определять как в границах дорог, так и в пределах участков обращения локомотивных бригад. Работа в тоннах-километрах Брутто на отделении, то есть в РЖУ, и в дороге складывается из тонны-километров НЕТТО и тонны-километра тара вагонов. Тонны-километра НЕТТО по участкам и в целом по РЖУ и в дороге рассчитывают в плане перевозок. Тонны-километры тара вагонов определяют умножение общего пробега вагонов на среднюю массу тара вагона, которая измеряется в тоннах. Средняя масса тара вагона наиболее точно может быть определена как взвешенная по типам вагонов. Если отсутствует сведения о структуре вагонного парка, то этот показатель тара принимают по отчетным данным. Тонны-километры Брутто рассчитывают отдельно для круженых, отдельно для порожних вагонов по участкам и направлениям. Формула расчета для круженых вагонов приводится ниже, где тонны-километра Брутто складываются от тонны-километра НЕТТО плюс круженный пробег вагонов умножен на вес тары вагонов. Тонны-километры Брутто ускоренных поездов определяют умножение массы поезда по Брутто на длину участка L и число поездов, намеченных к обращению в планированном периоде. Пробег поездов определяют, исходя из работы вагонов на каждом участке, выраженной в тоннах-километрах Брутто, и норм массы поездов. Норму массы поездов различных категорий устанавливают при разработке графика движений по каждому направлению и по каждому виду тяги. При этом учитывают мощность локомотива, учитывают профиль пути, а также полезную длину стенсионных приема отправочных путей и ряд других факторов. Масса поезда в зависимости от длины приема отправочных путей на станции определяется по следующей формуле, где L станция – это длина приема отправочных путей станции на рассматриваемом направлении. L – это часть станционного пути, которая учитывает длину локомотива и неточность установки поезда. Расчеты принимаются равны 50 метров. P – это погонная нагрузка, проходящаяся на 1 метр длины вагона, считая по осям автосцепки. Пробеги поездов рассчитывают по каждому участку в грузовом и в порожнем направлении. Пробеги сквозных порожних поездов можно определить, разделив тонны километра брутно-порожних вагонов в сквозных порожних поездах на массу порожнего поезда, которая, в свою очередь, рассчитывает умножением числа вагонов в поезде на массу тары вагона. Объем работы локомотивов, которые измеряются в локомотивах километров, определяется на основе данных о пробеге поездов. Общий пробег локомотивов получает суммирование пробега во главе поездов, в двойной тяге и в подталкивании, одиночного пробега, на маневрах поездными локомотивами, пробега специальных маневров локомотивов, горячего простоя. Пробег локомотивов во главе поездов равен поезду километрам. Одиночный пробег локомотивов вызывается непарностью движения по направлению, туда и обратно. При составлении плана одиночный пробег локомотивов определяют по каждому участку, как разность поезде километра, в груженном и в порожнем направлении, по всем категориям поездов. Пробег локомотив на маневрах определяют для поездных и специальных маневров локомотивов условно, То есть 1 час маневров приравнивается к 5 км пробега. Условный пробег в таком размере учитывается для локомотивов сборных и вывозных поездов, а также специальных маневровых локомотивов. Условный пробег специальных маневровых локомотивов определяется умножением эксплуатируемого парка специальных маневровых локомотивов на часы работы специального маневрового локомотива за сутки, которая принимается равна 23,5 часа умноженная на скорость движения на маневрах которая измеряется в километрах часа условно принимается 5-7 км в час t это время экипировки локомотива которая принимается равна 0,5 часов коэффициент перевода часов простой локомотивы под экипировкой километра условного пробега равен 1 условный пробег, связанный с простоем поездных локомотив в рабочем состоянии или же по-другому называют горячим простоем планируют на основе предусмотренного графиком времени нахождения локомотив на станциях приписки оборота локомотив и смена бригад а также на промежуточных станциях то есть по графику движения поездов исключая время на поездные маневры при этом 1 час простоя в рабочем состоянии приравнивается 1 км пробега например, если на маневрах будет работать 10 тепловозов то условный пробег их за год составит 428 875 локомотивы километров плюс условный пробег в рабочем состоянии которые равны 1825 локомотивы километров то есть всего составит 400 300 700 локомотивы километров перевод маневровых локомотивов часов и часов горячего простоя в условный пробег необходим для планирования ремонта локомотивов пробег локомотивов рассчитывают отдельно по видам тяги в границах РЖУ или дороги в пределах участка обслуживания локомотивной бригад и в границах участков работы локомотивов по пробегам в границах отделения то есть в РЖУ или дороге определяет показатели использования локомотивов, а по пробегу в пределах участков обслуживания локомотивами планирует расходы депо. Сегодняшняя тема у нас закончилась. Спасибо за внимание. Продолжение следует.